Что за дорожный знак виднеется на обочине, не разглядеть. Хотя какой знак? Тут бы увидеть встречный автомобиль. Но глыбы снега по краям дороги на Фёдоровку этого сделать не позволяют. Благо, снегоуборочная техника уже приступила к расчистке обочин. А где-то вдалеке высокие чины обсуждают, какой должна быть высота сугробов, согласно закона. Мы говорим, что на обочине не должно быть снега. На обочине. Ну а что, если выше идёт, если в резерве выше идёт уже, чем она выше дороги, тогда что, мы же не можем убрать по всей степи? Ну какой-то регламент есть? Нету. Вот в данном случае нету регламента. Трассы республиканского значения этой зимой оказались полны замечаний. С января в регионе совершили 40 проверок автодорог. Результат – 130 нарушений их зимнего содержания. Из-за непогоды и сильного ветра на проезжей части были образованы такие снегоотложения в виде перемётов и снежного наката. То есть машина уже с недолжной скоростью едет, у неё препятствия могут быть. На основании данных ДВД области за два месяца в области произошло 12 ДТП, в которых 8 человек погибло и 30 дни получили различные степени тяжести ранения. Я не говорю, что это по вине именно несовременной чистки, но, как думаю, может быть, часть из них, возможно, и не было бы. Ограничение движения этой зимой вводили почти 60 раз. Трассы были закрыты на полторы тысячи часов. В это время там бушевали сильные метели, справиться с которыми своевременно службы могли не всегда. В итоге в адрес «Казахавтодор» и «Казаавтожоу» пришли 34 письма с замечаниями к их работе. Противоголоведный материал в этом году мы закупили в три раза больше обычной нормы, чем в прошлом году. Плюс было закуплено реагенты в количестве 50 тонн. И в этом году мы обнаружили очень много новых снегозаносимых участков. Они очень сильно усложнили нашу работу. Проблема, по словам директоров филиалов, состоит в нехватке техники. Она в условиях нынешней зимы особенно ощущается. Всего на зимнем содержании 71 единица техники. Вот в настоящее время. Которая должна очистить 1407 километров дорог. Но это вместе там, где проводят реконструкции. Кроме того, я хотел сказать по нормативу, у нас где-то на 30 процентов меньше от потребности. Снегозаочистительной техники. На сегодня сотня нарушений по всему региону уже исправлены. Сейчас в области идет работа по подготовке пассивного снегозадержания. Ее проводят, чтобы не допустить разрушений дорог от паводков. Хамзан Рупийцев, Наталья Басмурзина, РТН.